Следующая команда, которая выйдет сейчас на эту сцену, она приехала к нам из России, Тагил. Продолжается вечер на Тагил ТВ. Сегодня мы отмечаем день рождения КВН. Сегодня исполнился ему 51 год. Ну и, как и обещала, сегодня у нас очень важные гости, виновники торжества КВНщики. Команда КВН Тагил, Федор Аникин, Евгений Ломакин, яркие представители этой команды. Позволю себе немножко о вас рассказать. Дело в том, что сборная города Тагил представляет наш город в международном союзе КВН. То есть, помимо высшей лиги, которую смотрим по телевизору, существует множество центральных лиг, разбросанных по всей России. И там команды тренируют, готовят, там они набираются опытом и готовят телевизионные лиги. Вот свой путь к КВНовске начала наша сборная города. И в этом году они играют, насколько я знаю, в высшей казахстанской лиге. Вот расскажите, что за лига, чем она вас привлекла, в чем ее уникальность? Вот как вообще играется там? Лига, на самом деле, называется Высшая казахстанская лига КВН. То же самое, что мы смотрим по Первому каналу, но это российская. А в Казахстане называется ВКЛ. Привлекала она с тем, что, ну, во-первых, там ведет сам Сан Саныч Масляков-младший. И там сильный редактор, человек, который нас кричит, нас режет, следит за нашим юмором. Он возглавляет премьер лигу КВН. Все очень серьезно. Скоро финал, насколько я знаю, то есть ваш путь уже практически завершается, потому что вы сумели дойти до финала. Когда он состоится и кто с вами играет? Да, финал у нас пройдет 2 декабря, это буквально вот-вот-вот. Мы представляем Нижний Тагил, а там есть команды, которые представляют целые страны. Так скажем, что мы представляем Россию. Ну, нет, конечно, там есть еще одна команда. Да, еще команда из Ростова, также с нами против нас играет сборная Армении, две сборные Кыргызстана и одна команда из Астаны прошла. То есть там международный финал международного клуба, там будет очень сложно, очень интересно. Вот, нет явного лидера. Ну, получается, что финал международный, да, играет, насколько я поняла, армяне, кыргызы, казахи и русские. И, наверное, юмор у них разный. Наверняка, вот каждый берет своим колоритом, вот кому сложнее? На кого, может быть, казахстанский зал реагирует лучше? На самом деле, прости, я уж отвечу, казахстанский зал очень теплый, очень добрый. Он воспринимает все, что показывает. Просто для них, когда выступают казахи, это нечто свое. Они своих все равно поддержат и над своими шутками посмеются. Когда выступают русские, это тоже некая экзотика, друзья. У нас все равно чуть-чуть другая ментальность, им тоже это интересно. Играете в России, да? В России понятно, над чем шутить. А вы играете в другой стране. Наверняка, это не только другая ментальность. Может быть, там на чем-то нельзя шутить, на чем-то можно. Вот расскажите, есть какие-то особенности казахского, может быть, юмора и восприятия юмора? На самом деле, очень редко в Казахстане шутят на тему политики, точнее, на тему президента Казахстана, Нурсултана Абишевича. Все-таки, они держат это в стороне. Они его очень уважают, чтобы над ним шутить. А что там они? И мы его очень уважаем. Мы его очень уважаем. Вот как мы, русские, не особо сильны в их звездах казахских, там, Капкарашко, мало кто вообще о таком у нас в России слышал. Так и они не все понимают, когда мы шутим про некоторых наших звезд. Они помнят 90-х, вот, когда СССР был... Ну, а в Казахстане, так же, как и у нас в России, смеются про наш автоваз, про наших футболистов, про наших политиков и так далее. Хорошо, мы перейдем на другую тему. Вот вы заикнулись по поводу редактора, там, вот, Михаил Гуликов. Вообще, наверное, для зрителей, может быть, есть впечатление, что команда приезжает на игру, играет, уезжает с победой или без. А вы тут говорите о каких-то редакторах. Кто эти люди? Каковы их функции? Что же они такого делают? Да, на самом деле, эти люди, о которых никто ничего не знает, но они выполняют очень большую работу. По сути, люди, которые ответственны за тот материал, за то, что показывает команда на сцене. А в телевизионных версиях, в какой мы играем, по сути, это вдвойне нагрузка. Они просто выбирают то, что может понять как можно больше народу. Они наставляют. Редакторы обрезают все лишнее, стараются сделать выступление команды более лаконичным, чтобы не было никаких вот просадок. Хорошо, а если, к примеру, бывают какие-то споры? Вот вы говорите, что это смешно, а редактор говорит, что это не смешно. Ну, на самом деле, опыт показывает, что с редактором лучше не спорить. Зачем это нам надо? Опытный человек. Потому что, да, все равно, или он всю жизнь свою посвятил КВНу, так же, как и мы, начинал, и сейчас он редактор, ну или мы. Но он, естественно, знает больше и понимает, зачем же с ним спорить. Он, наоборот, нам помогает в этом. Иногда с ними можно поспорить и сказать, ну, нравится нам эта шутка, ну, оставьте. Много вообще материала уходит? Вот вы приезжаете, вы же пишете много. Ну, это, опять же, по-разному бывает. Бывает, что ты приезжаешь, показываешь редактору свой материал, он говорит, нет, ребята, это все не смешно. Вот прям все до нуля. Вот прям все. Бывает и да. И что делать в такой ситуации, если вот всегда? Десять минут плачешь, потом идешь к себе в съемную квартиру. Плачешь еще полчаса. Плачешь еще полчаса. Ну, с перерывом на обед. И приступаешь работать. И когда тебе зарезают все выступление, говорят, это не смешно, у тебя есть два дня на то, чтобы написать 7-10 минут юмора, который можно показать по центральному телевидению. Коэнчик не только веселый народ, но и находчивый. Наверняка, ну, наверняка на выступлении были моменты, когда что-то пошло не так. Как репетировали. Да, было. Вот расскажите, интересно. Сидит яркий представитель, что-то пошло не так. Да. А, ты не спрашиваешь. Да нет, на самом деле просто случаев много. Да, ну вот один из самых последних. Давайте, как выкручивали, что за случай? Из самых ярких мы показывали миниатюру. У нас есть еще один у нас участник, Нурлан, он сам из Казахстана. И я с ним двоем показывал миниатюру. И в плане было снять ботинок и кинуть в кулису. Так было задумано. Но получилось так, что ботинок каким-то образом закрутился. И чуть-чуть не попал в Александра. Не попал, да, чуть-чуть. В Сан Саныч. Чуть-чуть не попал в Сан Саныч. В Маслякова-младшего просто там буквально 5 сантиметров. А от уха у него пролетел ботинок, который кинул Нурлан. И после этого мы выходили после миниатюры. И он так на нас смотрел. Ну, он похлопал. Да, он как бы был молодец, ребят. Как же тогда вы смогли попасть в финал? Вот главный вопрос. Так это же смешно. Было, не, было смешно. Имеется в виду, во-первых, это не со зла было. И все понимают. Ну, на самом деле мы бежали в кулису молиться после этого. Да. Может поэтому. Там церковка маленькая. Я знаю, у вас есть один маленький секрет. Необычная команда. Это я хочу сделать акцент на вашей обуви. Она у вас с секретом. Вы тут катались. Обувь на колесиках. Да. Это то, что отличает нашу команду. Вообще, команды с более-менее каким-то уровнем, они должны иметь хоть какое-то отличие, чем запоминаться. Наша команда выступает полностью на так называемые хилисы. Это запатентованная марка. Это кроссовки с колесиками в пятки. И мы не просто ходим по сцене, а передвигаемся. Мы ездим. То есть это как мини-ролики. Один раз оттолкнулся, и ты можешь ехать буквально там метров десять. То есть это у всей команды, это ваша фишка. Вы гоняете по сцене, можно сказать, что до финала вы докатились. Ну хорошо, мы вернемся к этому разговору чуть позже. Сейчас я предлагаю посмотреть новости дня. После чего мы вернемся и продолжим разговор. Продолжается вечер на Тагил ТВ. Я напоминаю, что сегодня мы отмечаем День КВН, и у нас в студии команда КВН Тагил. Его главные представители и лидеры Федора Никин, Евгений Ломакин. Сегодня мы говорим о КВН, ну и в общем о жизни КВНщика. И вот как раз отойдя от темы КВН, о вашей поездке на финал грядущий, хочу узнать чуть-чуть о вас, о себе. Кто вы в жизни, кто по профессии, по образованию, ваши увлечения? Ну я учусь в медицинском колледже, я будущий фельдшер. Свяжешь свою жизнь вот с этой, с медициной? Ну да, возможно, я буду ездить с командой и лечить их поездкой. Наверное, может так скажу. Хорошо, Федор. Я не покажу. Дело в том, что у меня театральное образование, но я изначально знал, что не буду играть в театре. Ну точнее, я вот занялся КВНом, это некий условный театр, в котором я занимаюсь. А так, праздники, корпоративы, юбилеи, ездим на разные мероприятия. Ну, в основном, это все ради того, чтобы зарабатывать денег, чтобы поехать на КВН. Какие ваши увлечения? Вот помимо того, что у вас есть учеба, да, вообще, что делают КВНщики, кроме КВНа? Кроме КВНа, КВНщики занимаются тем, что подготавливаются к КВНу. А как же свободное время? Ведь оно должно быть. Как же, ну, в конце концов, личная жизнь? Личная жизнь. Это отдельный разговор. Женя недавно стал мужем. Да. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Хорошо, как можно умещать КВН семьей, работой, с образованием? Вот тогда конкретно вопрос к Жене, раз уж ты у нас семьянин. Ну, на самом деле, очень это сложная ситуация, когда такое совмещение идет. Но если у тебя хорошая жена, хорошие преподаватели, это все можно сделать. Можно везде найти время и все, все, все успеть. Вот в юморе есть же темы, которые все равно модны. В начале сезона все шутили про политику, потому что были выборы. И все, вот опять Владимир Владимирович стал президентом. Куча шуток во всех играх, во всех. Кстати, вот в Казахстане запрещено про Насултана Назарбаева шутить, а про Владимира Путина можно? Про него не запрещено шутить. Просто кто-то шутит, кто-то нет. Кто-то сейчас жив, кто-то нет. Вот я смотрю, КВН довольно давно, еще современно. Уральских пельменей, БГУ, сборная Питера, Пармы. Вот я думаю, что даже зрители сейчас, вспоминая эти команды, названия команд, прям ностальгируют, потому что, ну, не только я, думаю, очень много людей считают, что это было золотое время КВН. Когда КВН любили, была бешеная популярность. Есть ли сейчас на телевидении команда под стать уральским пельменем, уездному городу, утомленным солнцем? Может быть, мы другие, или КВНчики другие, или актеров не хватает? Ну, во-первых, да, поменялось поколение, поменялись люди. Вот, и сейчас все, естественно, КВН очень сильно изменился с тех пор. Ну, а к вопросу о командах, есть ли такие команды? Ну, вот я могу выделить сок Самары, допустим, что сильная довольно-таки команда, которая может сравниться с теми, кто играл еще в то время. Ну, почему нет такой популярности сейчас, как она была тогда? Ну, дело в том, что сейчас на телевидении очень много других популярных эмористических программ. Опять же, благодаря КВН. Благодаря КВН, да. Все, что на телевидении, над чем люди смеются, это все создают КВНчики, выходцы. Разбежались. Да, разбежались. Причем многие даже не догадываются, что они смотрят продукт КВНчиков, имеют в виду там сериалы на СТС. Помимо того, что... Нельзя говорить канал здесь. Нет? Все говорить можно. Вот у меня тоже есть вопрос, есть ли существует Comedy Club с бешеной популярностью? Существуют разные скетч-шоу, молодежные шоу на том же СТС. На первом канале сколько юмористических проектов. Зачем нужен КВН, если столько всего много? Ну, если бы не было КВНа, не было бы этого всего. То есть КВН как раз дает возможность молодым людям развиваться, пробиваться, кому-то дает возможность стать известными, стать популярными. Он нужен обязательно. Я даже считаю больше, что КВН, он воспитывает человека. Это та школа, да. И в чем интерес? Просто, допустим, в том же Comedy Club, вот, ты волен, ну, грубо говоря, делать, что хочешь. Там, допустим, часто... А вы считаете, это хорошо после КВНа, как вы говорите, растит кадры, они уходят, делают Comedy Club, потому что выше уровнем, чем КВН? Насколько я понимаю, это школа, это институт? Мне кажется, что все-таки КВН – это школа, а вот уже такие, как Comedy Club, это работа их следующее. Потому что не могут же КВНщики сидеть на месте, им же нужно зарабатывать деньги. А на самом деле, открою, может, большой секрет или нет, на КВН много не заработаешь. Ты много потратишь, но заработать ты там не получится у тебя. Вот есть, кстати, мнение, что высшую лигу только за деньги. Да правда? Ну, дело в том, что не только в высшую лигу, а в другую, любую официальную лигу КВН, чтобы тебе поиграть на сцене, отыграть одну игру, нужно потратить деньги. Это, например, оргвзнос тот же самый. Причем он достаточно немаленький и может разрушить стереотип поиграть в высшей лиге стоит дешевле, чем поиграть в премьер-лиге, чем съездить куда-либо. В высшей лиге нету взноса. То есть ты приезжаешь, как уже опытный КВНщик, ты выступаешь. И попасть туда можно без денег. Думала совершенно по-другому, что в высшей лиге там нужны очень много денег, чтобы играть, а вот в Астане, к примеру, меньше. Под конец мне хочется вам небольшой блиц устроить, это короткие вопросы, каждый из вас отвечает, короткие ответы. Итак, ваша любимая команда? Сок. Вятка. За что любите КВН? За зрителя. За все. Хорошо, за что не любите КВН? За финансовые вопросы. За придирчивость некоторых зрителей. О чем никогда не пошутите? Так мы этого и не скажем. В эфире. Главная муза в творчестве ваша? Жена. Его жена, да. Есть ли памятный провал в КВН? Да. Ой, да, есть. А у тебя? Расскажи, раз уже заговорил. Провал. Иногда у меня бывает такая проблема, что я забываю слова. И выходя на сцену, начинаю их заменять на другие. А они бывают совсем не в тему. Женя достаточно этим славится. Если бы не было КВН, и если вот у вас его отнять, чем будете заниматься? Я бы учился. Я бы учился. В ТУД-совет. КВН это преемник всех агитбригад. Ну и наверняка ваша любимая в кавычках фраза. КВНщики, пошутите. Наглая собака-поводырь сначала водит по своим делам. Как говорят на проходной НТМК, куй железо ты через нас пронесешь. А еще надо сказать? Опасная шутка. Опасная шутка. Надеюсь, что они у вас будут помягче. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Команда КВН Тагил. Я желаю вам удачи. 2 декабря, когда будет у вас финал. Мы будем за вас обязательно болеть. Болеть пишите, пишите. Юмор. Мы на вас рассчитываем. Ну что ж, сейчас впереди будет небольшой перерыв, после чего мы вернемся в студию.